Дегустация Буквально по именам их назову Значит, Алексей Жуков, он же The Alex Distillery, город Белгород Далее Валерий Ворохня, город Москва Затем Андрей 127L Московская область Эти ваши позывные обозначения Меня всегда убивали Что значит 127L? Ну, знаешь, что-то, как если вспоминать Место встречи изменить нельзя Когда Шарапов с Жиговым разговаривает Говорит, мне имен не у этих одни клички Так у нас язву Ну, хорошо И четвертый участник был Олег Конов с города Челябинска Уже нам известен своими торфяными Работами В качестве калибровочного релиза На этот раз я поставил Бленд смешанный шотландский виски Но с хитростью Он с повышенным содержанием солодовых С торфяными нотами И самое интересное, он финишировался 4 месяца В бочке, ранее хранившей Мадейру И бочка эта не испанская, не португальская Она с производством массандры Что, в принципе, этот виски частично как-то приближается К нашему крафту, наверное, да? Каким-то нашим домашним работам Ну, вот как показала практика Все-таки шотландские виски спрятать И даже бочкой нашей очень тяжело Он всегда остается шотландским Я тебе могу свою старую бочку привезти Я думаю, если поработаешь Шотландцем, ты его не знаешь Она, наверное, 2 литра или 1 литр, как у Романа Симона Да? Ну, тогда возможно Три раза больше Соглашусь Понятно Ну, хорошо, давайте по порядку пройдемся сейчас По каждому релизу Поговорим о их свойствах и качествах И что у нас, собственно, вышло по оценке Значит, первый образец Алексей Жуков Заталик Зистивари Город Белгород Буквально идем Начиная с аромата Значит, первая волна Копченый сыр Косичка прям Такой классический Ярко выраженный Далее все это смещается в сторону Кисломолочного фона такого Затем на пекаренные ноты Свежая выпечка Далее этот кисломолочный фон усиливается Становится сильнее, затмевая все Вот Но на протяжении, наверное, развития В районе часа Примерно плюс-минус Так или иначе Проскакивают Такие моменты строительные Но у нас это называют С эффектом пыльности Такой, так называемой, оконной замазки Где-то цемента История такая схожая на ароматику Значит, далее Тем не менее Развитие продолжается И мы получили в завершении ваниль очень приятную Такие кремово-сливочные ноты Которые к ваниле Близки довольно Ну и в самом завершении Все-таки появляется минеральность Вот Слабая сторона ароматики Кисломолочный фон Так или иначе Держится постоянно И не исчезает никуда И сквозь него мы обратно блуждаем Находим какие-то нюансы Но вот он затмевает все Он здесь держится очень сильно И это, скажем так, очень сильно снижает оценку ароматики Очень здорово Далее Вкус Сладкий Но больше переходящий в кислоту Далее То есть такая повышенная кислотность В продолжении идет такая острота кислотная Затем проявляется снова минеральность во вкусе Здесь, конечно, вопросы к бочке, к дубу С которым дистиллятор работал После вкуса Ваниль, кремовые ноты Довольно вязкий, тонинный Сладко-кислый В завершении Довольно приятные злаки Ну вот После вкуса Все бы ничего Единственная повышенная тонинность Все-таки агрессия бочек здесь ощущается 72 балла Средняя оценка Клуба Вышла у этого релиза Ну вот Что можно здесь В довершении сказать Значит Когда мы говорим о кисломолочном фоне Это уже не первый раз Мы эту историю ведем с первой дегустации С самой первой Господа Кисломолочный фон У него есть неприятное название В простонародье Когда мы его ощущаем Это рефлекс рвотный Такой неприятный И это дефект конкретный В данном случае Но я могу вам привести Стандартное убеждение Ни один Производитель Если мы говорим о промышленном виске С таким ароматом Не выпустит Релиз На полке магазина Это неприемлемо Поэтому если все-таки Мы с вами Говорим о виске И делаем виски То вот От этих историй Необходимо избавляться Я не знаю На уровне ферментации На уровне дистилляции Но это уже не выдержка точно Это где-то вот Ранее На всех вот этих Технических моментах Нужно вот обратить свое внимание И Все эти истории Должны быть ликвидированы Если даже они есть Виски То они должны быть Незначительные В Шотландии Мы их находим Крайне редко Они есть Но они очень-очень деликатные Совсем деликатные Это ароматы сыворотки Где-то Какого-то легкого сыра Прям такое Дуновение Но не более того Они сглажены И пропадают Среди остальных Гамма ароматов Добротных Здесь же у нас Все это выпирает И выпирает Некачественно Скажем так Поэтому Вот эти прекрасные ноты Ванили Кремовости Все эти Сливочные истории Вот они затмеваются Уходом Все это вот В неприятный фон Таким 72 балла Нужно менять технику Соответственно Дистилляции И ферментации Ну Нужно В общем Алексея Нужно где-то здесь Смотреть Пожалуй Все Значит Вторая работа Валерии Парахня Город Москва Довольно Интересный релиз Валерия Получилось Каким-то Каким-то образом Добиться Превосходных Ароматических Свойств Этого релиза Значит Буквально По аромату Этого виски Первая волна Красные ягоды Затем Очень приятный Кремовый фон Переходящий В ваниль И обратно На протяжении Наверное Первых 15 минут И далее Неожиданностью Для всей Был цветочный Эффект В аромате Это буквально Были розы Все были Приятно Удивлены Ну скажем так Это редкий Эффект Который Крайне редко Может встречаться Даже в очень Серьезных Шотландских Релизах Отборных Вот Далее Все это Переходит В кислое яблоко Довольно Приятное И в завершении Яблочное повидло Вот такая Добротная Работа В плане Ароматики То есть Превосходный Набор Удивительно И аромат Данного Релиза Спокойно Может конкурировать С промышленными Обросами Причем Легко 20-21 балл В ароматике Это скажем Оценка 84-85 бального Виски Затем Вкус Здесь уже Конечно Ожидаешь большего И вкус Проваливается После аромата Итак Первая волна Идет Кислотность повышенная С переходом В горечь Довольно Продолжительную Такую Тонинность И далее Выходит Такую Продолжительную Минеральность То есть Здесь Агрессия В бочке Вылазит Сразу же Это чувствуется Довольно Сильного Сильного Вкус И вкус Когда ты Ожидаешь После такого Аромата Чего-то Такого же Интересного Шедеврального Откровенно Говоря Просто Падает Очень Низко Далее После вкусия Продолжительная В нем Ощущается Снова Горечь Тонинность В ароматике После вкусия Травы Лекарственные Значит Красные Ягоды Из приятных Моментов В их числе Вишня И Довольно Интересный Эффект Это Эффект Промышленного Виски Так называемый Эффект Половой Тряпки Не стоит Пугаться Этого Страшного Названия Это Жаргонное Выражение Знатоков Виски Оно Свойственно Тем релизам Шотландского Виски Которые Выдерживались В винных Бочках Если Винная Бочка Не обжигалась С ней Ничего Не делали И после Вина Напрямую Дозаправляется Виски на Или же Дистиллят Солодовый То Этот Эффект Зачастую Всплывает В финальном Завершении И когда Дегустируется В послевкусии Во вкусовом Профиле Он Так или иначе Выходит Но иногда Он работает Довольно Красиво Довольно Неплохо По разному Однако Есть Те люди Кому Это не нравится Они не любят По сути Винную Бочку В работе С виски Но Здесь Мы опять же Говорим Не о том Что мы Любим Или Не любим А скорее В этом релизе Если говорить О его балансе В завершении Можно отметить Следующее Аромат Превосходный Вкус Сразу же Проваливается После вкуса Также хромает В силу Поддубленности Вот этих всех Моментов Тонинности Высокой Горечи И соответственно Баланс Также начинает Рушиться Вот если Здесь был Аромат Серьезного Добротного Шотландского Виски Можно сказать Так играющий На проведении Всего часа Даже более Дегустации То остальные Параметры Необходимо Подтягивать Подтягивать В работе Я думаю Уже последующих Релизов Здесь что-либо С данным Релизом Я затрудняюсь Определить Как его Можно исправить Насытить его Лишними Какими-то Бочками Финишами Думаю Будет не Лучший вариант Он где-то Может быть Станет получше Но опять же Это будет Огромное Наслоение А я не рекомендую Вам Господа Использовать Огромное количество Бочек С одним и тем же Дистиллятом То есть не стоит Устраивать Такую радугу Цветов Переливая Каскад Из бочки В бочку Это не очень Хороший эффект Финально Не всегда Виски Получается Удачным Если вы Использовать 10 разных Бочек С ним Лучше Использовать Вообще Одну Скажу Та же Так И так В итоге Мы получили 74 балла Это довольно-таки Даже высоко Скажем так Если учитывать Три последних Наверное Параметра Все-таки Слабыми Но аромат Просто безупречий Так что Здесь думаю Нужно будет Использовать Бочки Наверное Какие-то Более серьезные Которые Будете Более Уверены Потому Как Анализируя Работу Я ощущаю Что Именно Бочка Здесь Внесла Негативный Момент Какая-то Может быть Новая Даже Бочка Какие Промышленные Образцы Виски Используют Для Основной Выдержки Винные Бочки Чтобы Можно было Взять Попробовать Сравниться Для Основной Выдержки Любая Винокурня Может Использовать Винную Бочку Для Основной Выдержки Но Скажем Так Если Сегодня Эти Винные Бочки Заправлены Дистиллятом То Ранее Их Так Активно Не Использовали А Скорее Финишировали Сейчас Все Меняется И Новые Бочки И Винные Заправляют На Полноценную Выдержку Но Мы Анализировали Одну Из Сильнейших Работ Полностью Винные Выдержки Это Винокурня Kings Barnes Один Из Релизов Который Под 90 Балов Оценен Я Ему Поставил 87 Вот Ребята Поставили 90 91 Даже Атмосфера Холодно Сыро И Естественно То есть Параметры Оценки Тут Ползут Очень Сильно Серьезно Так Что Это Разные Скажем Варианты Дегустации Вот Здесь Идеально Приготовившись В стандартной Атмосфере Вы уж Точно Не завысите Оценку Никак Поэтому Гениальных Винных Выдержек Полноценных Ну Я Не могу Привести Прям Были Образцы Старых Релизов Для Моранжи Опять же Ну Они Имели Препризование В бутылки Поэтому Паша Мне Здесь Очень Сложно Сказать Хотя Опыт Глобальный Дегустация Тем Не Менее Очень Сложно Итак Продолжаем Третий Образец Работы Андрея 127 Л Вот Скажем Так Третий Релиз Мы Просто Запнулись Не Ожидая Такого Скачка Наверное Да И Наверное Продегустировав Его У нас Был Даже Целый Совет Совещания Что же Поставить В итоге Этому Релизу Сложно Было Определиться У меня В частности Он вызвал Такой Эффект Дежавю Отступлю Немного Вкратце Буквально Недавно Пару Месяцев Назад Мне В бар Принесли На Анализ Образцы Шотландского Виски Один Человек Купил 20 бочек В Шотландии С уже Выдержанным Виски Он Взял В коммерческих Целях На перепродажу В Европе Америке Не знаю Где И Анализируя Самостоятельно Эти образцы Он Пришел Заключение Что Часть Из Релизов Будущих Необходимо Перелить На Довыдержку В другие Более Яркие Бочки Потому Как Ему Не Понравились Исходники Он Принес Что-то В районе Восьми Релизов Я Проанализировал Эти Образцы И Довольно Интересно Было Мне Попался Старый Боу Мор Ну Это Легендарные Виски Великие Виски По своей Сути Он Был 23-летней Выдержки В одной Конкретной Бочке Все это Время Он Выдерживался Все 23 Года Это Была Какая-то Замученная Рефильная Бочка Ну То есть Бочка Хранившая Несколько Раз Уже Ранее Виски Наверное Лет 20 Она Проработала До Этого Боу Мора И плюс Еще Боу Мором 23 Года Это Интересно Такой Был Момент Когда Бочкой Совсем Слабо Повлияло На Этот Релиз Но Сила Скажем Качество Дистиллята Боу Мора Который Прошел Преобразование В этой Бочке Старение Естественно Такое Вот И Вот Та дегустация Я вспоминаю Сейчас ее На тонких Нюансах На Гранях Совсем Тогда Я поставил 91 балл Этому Боу Мору Хотя Он был Совсем Ненасыщен Бочкой У него Не было Такой Яркой Бочковой Выдержки Но Это Был Прям Какой-то Сумасшедший Релиз Играющих На Тонких Нюансах На Полутонах Его Можно Было Разбирать И В течение Нескольких Часов Наслаждаясь Его Ароматикой И Качеством Игры Вот Этот Образец Возвращаясь К нему Номер Три Работа Примерно Так же То есть Бочка Здесь Еще Ничего Не успела Конкретно Сделать Едва Ли Едва Ли Она Проникла Здесь Собственно В дистиллят Однако Работал Здесь Похоже Мастер Дистилляции Самый Настоящий И Я Буквально Сейчас Зачитаю Свой Нит По крайней Мере Те моменты Яркие Которые Я смог Поймать Виски Не считая Каких-то Тонов Полутонов Которые Я даже Не фиксировал А просто Наслаждался Итак Первая волна Ароматов Пекаренные Ноты Здесь Хлебная Сдоба Выпеченный Хлеб Свежий Очень приятный Далее Идут Злаки Такие Добротные Ароматы Зерновые Далее Легкие Растительные Ноты В переходе Которые В дальнейшем Удивительно Перерастают В такой Аромат Персиков Компота Такого Персикового И Даже В дальнейшем На полутонах Переходит В абрикос Затем Снова Злаки За ними Карамель После Карамели Такое Легкое Воспоминание Детства Когда Отец Паяльником Что-то Запаивал Такое Легкое Веяние Канифоли Небольшое Нежное Совсем На легкой Тональности Которая Далее Переходит В завершение Ну вот Это было Совсем Неожиданно Наверное Уже Час Дегустации Примерно Прошел В аромате Появилось Яркое Яблоко Зеленое Вот такой момент Еще Через Наверное Час Все это Преобразовывалось Перешло Снова К злакам Каким-то Хлебным Нотам И Этот релиз Довольно Продолжительный Добротно Работает В аромате Но Опять же На тонких Таких Моментах И нюансах Он не яркий Вот такое Ощущение Как будто бы Он очень старый Казалось бы Да Эффект Такой Есть Вот Просто удивительно Просто удивительно Как это Можно было Вытащить Все Всю Органолептику Я бы Поражен Далее Вкус Сладкий Яркий Острый Такой Перечный По-моему Там Высокая Крепость Ощущалась Вот Дальше Легкая Приятная Горечь Идет Вслед Такой Эффект Сладкой Клюквы Прямо Как будто Вы Попробовали Клюкву Вот эта Клюквенная Горчинка Со сладостью С кислинкой Идущей Такой Замечательный Эффект Вкуса Здесь же В ароматах Вкуса В дальнейшем Всплывает Яблочная Косточка Это тот момент Когда вы Откусили яблоко И немного Переборщили Захватив Косточки И начинаете Их жевать Вот такая Превосходная Ассоциация Во вкусе В вкусном Профиле После Вкусия У него Среднее Даже Более Продолжительное Скажем так Но Оно Тихое Спокойное И очень Приятное Здесь Прослеживаются Следующие Ноты Значит во первых Сладость Фоновая Идет На протяжении Всего Вкуса Чувствуется Плотность Эффект Табачного Листа Вот когда сигары Крутят Табачный Лист Такой Эффект Возможен Только у Возрастного Виски Который Выдерживался В бочке Значит После Вкусия Табачный Лист Откуда Он взялся Здесь Мне не совсем Понятно Дело в том Что мы Привыкли Как правило Его воспринимать В возрастных Релизах Виски Довольно Выдержанных И Довольно Качественных Добротных Вот этот Эффект Здесь Он есть И он Присутствует И довольно Продолжительное Где-то После Вкусии Ну Минут Через Двадцать Я Дело в том Что этот Образец Дегустировал Трижды Не веря себе То есть Я в разное Время Его перепробовал В общем Завершая Финализируя Эту работу Могу сказать О балансе Следующее Все Это Еще Не Виски Хотя Эффект Виски Всецело Здесь То есть Эффект Хорошего Старого Шотландского Виски Который Работал В какой-то Рефильной Бочке Не активной Совсем А больше Не лежал Длительное Время Вот Это Ребенок Который Еще Растет Дать Какие-то Рекомендации Здесь Мне сложно Дело в том Что Использовать Какую-то Активную Бочку Я бы Здесь Не рекомендовал Совсем Использовать Какую-то Бочку Рефильную Возможно Я бы Наверное Если бы У меня Было Такое Качество Продукт Сейчас А мне Конечно Было бы Интересно Очень Поработать Прямо Очень Интересно Мне руки Просто Чешутся Я бы Наверное Использовал Виски Бочку Какую-то Именно Такую Которая Хранила 2-3 года Виски Отработала Уже Отдала Агрессию На Все Сока И Вот Наверное В нее Все Это Дело Отправил Но Кстати Я не знаю Какой Бочки В данный Мент Все Это Хранится Потому Как Бочковой Такой Сильной Активности В этом Релизе Я не Ощущаю Пока Что Скорее Сего Она Не Маленькая Я Предполагаю Потому Что Маленькая Бочка Уже Бонесла Свои Коррективы Ну Или По Крайней Здесь Незначительный Срок Выдержки Одно Из Двух Внимание Средняя Оценка 81,5 Бал В Этой Сессии И Это Самый Сильный Результат Первый Раз Видел Андрея Данилова Таким Удивленным И Растерянным И В то Жем Довольным От Того Что Ему Удалось Подегустировать Такое Брадис Ну Тут Удивились Все Не Только Андрей Ты понимаешь В чем Дело Мы Почувствовали Что бочка Здесь Не сыграла Скажем Какого-то Глобального Фактора Скорее Только Начала Работать Вот Она Более Какая-то Пассивная А Именно Скорее Работа В плане Дистилляции Очень Очень Техничная Прям Ты знаешь Ну Опять же Если сравнивать С шотландскими New Make Spirits Шотландцы Никогда Не оценивают Дистилляты Для них Это Промежуточный напиток Я скажу Просто По ощущениям Они Более Может быть Органолитичные С точки зрения Яркости Такой Ударности Но они Очень сильно Проиграют С точки зрения Чистоты Вот этих Красивых Нюансов И прочего Ведь Образец Этого Виски Даже В завершении Пустой Бокал После Него В развитии Он Дает Вот те Эффекты Выдержанного Виски Но Выдержанного Скорее В рефильной Бочки Такого Легкого Приятного С тонкими Нюансами Очень Интересная Работа Прям Очень Интересная Андрей Рекомендую Быть повнимательнее С этим Релизом Прям Не оставлять Его в бочке Без присмотра На длительное Время То есть Анализировать Брать снифтер Анализировать Его периодически Ну хотя бы Раз в месяц Что происходит Вот Это довольно Интересная Работа И ее Было бы Неправильно Где-то Вот Упустить И не довести До Превосходного Финала Ну что Идем К четвертому Образцу Да Четвертый Образец У нас Был промышленный Блент Который Мы В баре Выдержали В Массандровской Бочке Ранее Хранившей Мадейру Нашу отечественную Такая Старая Бочка Вощеная Красивая С Эмблемой Выжженной На Доне Массандра Ну что Можно здесь Сказать Средней оценкой Была По-моему Сейчас Посмотрим По-моему Что-то В районе 82 Да 82 С половиной Бала Получил Этот Плотный Блент Торфяной К тому же То есть Это был Шотландский Блент С добавлением Соловодового Виски Торфянова Айлы Усилием Соловодового Виски В принципе И еще Ярко Выдержанные В хересной Бочки Довольно Яркая Работа Выделялась Естественно Здесь Потому что Это шотландец Он был В основном Узнаваемый Даже Массандра Не спаслась Ситуация Ну Я думаю Самый Интересный Это Пятый Релиз Был Представлен Олегом Коном С города Челябинска Довольно Интересная Работа Ну Давайте Наверное Я расскажу О параметрах Виски Ну А далее Обсудим Уже Детали Итак Аромат Релиза Первая Волна Эффект Волчьей Шерсти Вот Кстати Это довольно Серьезный Эффект Которым Обладают Лишь Немногие Шотландские Образцы Солодовой Виски Торфяные Конечно В числе Первых Из них Легендарная Брора Закрытая Ныне Вот У старой Броры Этот эффект Вызывает Трепет Всех Фанатов Виски Поголовно Ну А если Случай С Бророй Или Какими-то Другими Особиями Шотландскими Это Матерый Волк То В данном Случай Все же Пока Что Еще Это Волчишка Но Довольно Задиристый И Агрессивный Итак Сразу За этим Эффектом Торф Кожа Ну Вот Тот Набор Ароматов Который Вызывает Так Или Иначе Фенольность Далее Мясо Вяленое Такое Специи В продолжение Идут Вот Их Сменяет Очень Интересная Игра Это В сторону Горького Шоколада Такой Шоколадный Трюфель Идет Далее Сливочно Кремовые Ноты Переходящие В ваниль Очень Качественно Ну И В завершении Все же Всплывают Легкие Древесные Ноты Но Они Незначительные В принципе Тут Какой-то Грубой Ошибки Заметить Нельзя То есть Аромат Превосходный Яркий Броский Очень Это Схоже На Шотландцев На их стилистику Повторяет Полностью И Оценка Аромата Довольно Высокая То есть Если Судить по аромату Этот Виски То есть Если бы Дальнейшие Его параметры Повторяли Уровень Аромата Это Смело В районе 88 баллов А пардон Это уже Тяжеловесы И так Далее Насколько Превосходен Аромат Вкус Все же Ему Уступает Почему В описании Вкуса Довольно Яркий Агрессивный Сладкий С легким Кислым Продолжением Он идет Здесь Эффект Металла Металлические Ноты Всплывает Аромат Железа Далее В ароматах Вкуса Всплывает Карамель Довольно Неплохой Добротный Аромат Но Вкус Довольно Брыкающийся Слишком Мощный Яркий И здесь Все-таки В отличии От ароматики От носа Релиза Прослеживается Его молодость Еще Его совсем Молодость То есть Что Он совсем Молодой Несформированный И вот Наверное Этот момент Поможет Ликвидировать Только лишь Время Здесь Необходимо Все-таки Дать Время Ему Дозреть Пройти Полностью Этот путь Так сказать После вкуса Снова Сильный Параметр Довольно Продолжительная Яркая Плотная Кирза Такой Сапог Прям Самый Настоящий Здесь всплывает Микстуры Пошли Вот Специи Травы Значит По после вкуса Вопросов Так же Нет Оно превосходное Здесь Так же Как и ароматика В этом же самом Диапазоне Ну а вот По балансу Конечно Виски Съезжает вниз Оценка его То есть И баланс И вкус Здесь проседает В то время Как Вкусовой профиль Его после вкуса Превосходные Средняя оценка 80 баллов 80 балльный Образец Довольно крепкий Чтобы можно было Рекомендовать Вот Ну с моей точки зрения Опять же Да На мой взгляд Один из самых сильных Образцов Отечественных Это Я говорю про работу С торфом Сейчас Вот Потенциал Чудовищно Бешеный Так же Яркий Вот Но не хватает Ему все же Зрелости Зрелости той Которая делает Виски Более Сбалансированным Гармоничным Сложенным Где нет Каких-то углов Ям никаких Он ровен Весь При этом Работают все Параметры Превосходно Значит Скорее всего Я бы поиграл с редуцированием Крепость очень мощная Олег Сделайте следующее Не поленитесь Возьмите Четыре или пять Сникторов В один Поместите Оригинал И остальные Сбейте его крепость По пять процентов вниз То есть Грубо говоря Условно Он 60 процентов Сделайте Разведите его До пятьдесяти Пятидесяти Сорока Пяти и сорока И проанализируйте Каждый из них Вот здесь будет анализ Какого плана Важно Чтобы при редуцировании Не пострадала сильно Ароматика Она здесь превосходная А вот вкус Уже Будет Хуже И лучше Определимо Как раз таки В этих снифтерах Насколько Гармонизация Дальнейшая Если вы его Редуцируете И оставите В бочке Или в стекле Даст лишь только Положительные Моменты То есть Она ничего Не усугубит Не ухудшит А сделает его Еще ровней Сбалансирование Глажей И качественней Вот Это моя рекомендация Но опять же Относительно бочки Пока что здесь Особо не прослеживается Каких-то негативных моментов Вот легкая древесность В аромате В завершении была Но у нас совсем слабая Такая древесность Вполне может уйти Там В дальнейшем И Ну не знаю Если поосторожничать Можно в какую-то бочку Ранее хранившую виски Заправить Опять же Такую неактивную Все-таки Я бы еще его подержал Но подержал бы аккуратно Очень аккуратно Чтобы дать ему состариться Еще сильнее Именно состариться А не насытиться чем-либо Он довольно насыщенный Он взял Достаточное количество элементов В нем все Хорошо Вот за исключением Вот этого дисбаланса Такой прыгучести То есть его Необходимо успокоить Остановить Чтобы он был более гладким Таким Самодостаточным Что ли Скажем так Очень хорошая работа Олег Превосходно Подытожим Значит В целом Довольно приятная дегустация Образец номер 3 И номер 5 Я даже скажу Парней Заподрил так Что у них Снова появилось желание Продолжать дегустацию Отечественного крафта Вот Третья и пятая работа Хоть они глобально разные Но это очень хороший уже уровень Я считаю Они все еще И третий И пятый Скажем так В состоянии Когда С ними нужно продолжать работу Это не финальный готовый продукт Тем не менее Это ощущается В снифтере Оценки высокие Из-за ярких параметров Довольно Если в первом случае Третий образец Там огромное количество Мелких нюансов Он весь на тонах работает Переливается Грубо говоря То есть Изумительная история С ним нужно аккуратно Нежно Очень осторожно Работать далее То в случае с пятым Образцом Он очень яркий Активный Такой прям Ну если говорить Об Олеге Городе Челябинске Такой столевар Гигант Мускулистый Но очень грубый Очень грубый Вот Не хватает ему Этикета где-то Плюс-минус Мы ведь и говорим о виске Значит Нужно доводить Очень аккуратно Наблюдательно Внимательно Очень с этими образцами Если они у вас Продолжают выдержку Господа Ведите их За ручку Через дорогу Как ребенка Которого воспитывают И это будет просто Что-то колоссальное На этой прекрасной ноте Я думаю Мы завершим Наше обсуждение Еще раз скажу Что результаты Превосходные Можно даже сказать Колоссальные Если учитывать То с чего мы начинали Не останавливаться На этом конечно Рубеже Двигаться дальше Ребят Превосходно Превосходно И до встречи Уже В следующей Десятой сессии Превосходно